Болтком Добрый день, дорогие друзья! Такое ощущение, что надо менять заставку к нашей передаче, потому что она уже почти часто не соответствует действительности и остается самое главное — это разговоры о культуре и, конечно же, о классической музыке. Сегодня у нас в гостях хорошо вам всем знакомая Леонтью Лиско Ирина Валикжанина. Ирина, здравствуй, привет! Привет, да, здравствуйте, уважаемые слушатели! Да, очень рада встретиться в эфире, это действительно, и всё-таки поговорить как раз об афише, потому что я усилилась вспомнить, сколько времени мы не разговаривали об афише в Риге, о том, что проходят концерты, и я рада, что сегодня передача как раз с тобой именно о концерте, который предстоит в начале декабря. К сожалению, сохраняется требование, что только с QR-кодом можно попасть на концерт, но программа очень интересная. У Иры за время пандемии на времени даром не терялась, формировался замечательное трио в составе Анны Салник и Роксаны Тарвиды. И они уже с большим успехом ездили в Финляндию и в Эстонию. В Эстонии только, да? Ну, значит, в Финляндию ещё поедете. И, конечно же, радует Рижан замечательные программы. Где будет проходить концерт и когда? Да, наш концерт будет в следующую субботу. Это 4 декабря, вечернее время, в 6 вечера, в прекрасном зале как раз для камерной музыки «Артиссимо», где организатор как раз фонд Германа Брауна и Инна Давыдова, я думаю, хорошо известна всем Рижанам. Это будет концерт небольшой, но в одно отделение, где будут звучать три фортепианных трио. Жанр фортепианного трио очень… Ну, он один из основных, скажем так, в классической музыке, особенно в камерной музыке. В камерной музыке, да. И мы выбрали три абсолютно разных, из разных эпох трио. Это будет Моцарт, Оренский и наш современник Платон Буравицкий. Три трио будет звучать. Да, кстати, Платон Буравицкий у нас был на передаче, как-то рассказывал о своём музыке. Это очень экстраординарно, интересно и необычно. Вообще действительно интересно составлена программа, что вы не боитесь исполнять современную музыку, и наряду с Моцартом, Оренским, включаете сочинение, в данном случае, Платона Буравицкого. Расскажи немножечко, давай сейчас не о музыке, а о вашем трио, как оно сформировалось. Потому что я знаю, что этот формат выступления для тебя очень близкий. Ты в Москве, в консерватории, ещё, похоже, определилась с тем, что будешь играть в камерном трио и в аспирантуру. Насколько я знаю, поступала именно с трио. Да, это такая моя была страсть. Ну, так получилось в консерватории, что подобрались, скажем так, коллеги, очень близкие по духу, в итоге ставшие очень близкими друзьями. И именно жанр фортепианного трио у нас сложился. Даже название было «Русское трио». Ну, и есть сейчас, но просто ввиду того, что я здесь в Риге, мы намного реже в Москве играем. Хотя вот в Москве у нас тоже будет в конце декабря концерт старым вот этим нашим составом в том числе. Да, и это была очень насыщенная именно студенческая жизнь, когда мы занимались очень много, и программы делали, ездили по конкурсам, фестивалям, мастер-классам. Это было очень-очень интенсивное, скажем так, погружение. И благодаря нашим профессорам, и Галине Сергеевне Ширинской, и Лизскому Михаилу Владимировичу. Поэтому это, конечно, было очень интересно. И да, когда я приехала в Ригу, здесь в основном у меня сложился с тобой ансамбль, и это был ансамбль с органом. И сейчас из-за пандемии мы немножко были все в растерянности, что же делать, как быть. Ну да, и вот опять дело, случая не случая, я познакомилась с прекрасными музыкантами Анной Салнитой, Роксаной Тарведой, и у нас родилась идея поиграть вместе. Мы сложили программу, и «Глаза боятся, руки делают», начали заниматься. И дальше уже получилось организовать концерты в Эстонии, благодаря нашей как раз скрипачке Анне. И мы прекрасно съездили в конце октября, когда ещё там были тоже возможны концерты почти без ограничений, и сыграли в Тарту в Таллине и Пярне. Были такие гастроли, тоже давно забытые уже ощущения, ввиду того, что всё это так долго длится. Да, и очень приятно, что в Таллине, в прекрасном дворце Катриорг, такой замечательный именно зал тоже, где приятно было играть именно камерную музыку, и люди пришли, и был подклик достаточно такой тёплый и приятный. Несмотря на то, что, в принципе, камерный жанр не так популярен среди слушателей широкого круга. Не широкая аудитория, действительно. И, в принципе, ты упоминала своего преподавателя, одного из преподавателей, Михаила Владимировича Глицкого. И, наверное, Моцарт как раз относится к его деятельности. Я помню, как ты рассказывала, как много он занимался с вами именно венскими классиками. Удаётся ли тебе сейчас, помня все те знания, которые он в вас вкладывал, передать уже своим коллегам, которые не были с ним связаны? Или всё-таки приходится уже подстраиваться больше под их музыкальный язык? Да, Михаил Викторович, я оговорилась, Михаил Викторович, да, действительно, мы очень-очень много работали над венскими классиками, Гайден, Моцарт, Бетховен. И сейчас я осознаю, да, какой это большой объём знаний, который где-то там записался на подкорке, несмотря на то, что это было очень давно. И сейчас, когда мы с Анной и Роксаной репетируем, я так понимаю, что мои знания очень пригождаются. Мы действительно там пытаемся более глубоко проникнуть в идею, какие-то штрихи. Но тут уже, наверное, только музыкантам будет понятно, да, фразировки и по форме. Да, стараемся неповерхностно подойти к вопросу. Да, и, конечно же, тоже Трео Ренского, несмотря на то, что это романтика и, скажем так, более понятная музыка, всё равно там тоже есть какие-то моменты, которые я вспоминаю, и это очень-очень сильно помогает в работе. Расскажи о Трео Платона-Буровицкого. То есть он специально для вас написал или это было написано для какого-то другого состава? Это было, точно я сейчас не могу сказать, кажется, это было по заказу для фонда Петри Саваска. Написано, ну, сколько-то лет назад, пять или десять, я точно не могу сказать, да. И когда была идея сыграть именно музыку Платона, Анна спросила у него, и он прислал три Трео, у него уже есть три Трео написанных именно для состава фортепианного трио, мы послушали и выбрали пока одно, которое нам показалось, ну, скажем, более подходило по программе и по каким-то срокам, потому что у него разная музыка есть, которую действительно очень нужно учить. Выгрываться. Выгрываться. Да, и оно какое-то удивительное, оно, это минимализм, и чуть-чуть там какие-то бывают, первый раз слушаешь, какая-то отсылка музыка к кино, какие-то такие абсолютно пейзажные зарисовки, у меня было ощущение, что, да, вот как будто живописи звуков рождается. И, как ни странно, ну, скажем, не то, что странно, но современная музыка слушателями тоже по-разному воспринимается, и на концертах очень многие отмечали это трио как очень-очень интересное и то, которое хочется ещё раз послушать, переслушать, да. Поэтому я думаю, что стоит прийти на концерт и не так часто играет это трио пока. Ну, хочется послушать, а хочется ли играть из раза в раз? Так как Галтер, так и хочется Оренского. Да. Тоже, да? Очень хочется, да, и хочется ещё что-то искать, потому что, ну, композитор не всё может написать, всё-таки интерпретация, она тоже важна, но в рамках. И когда он приходил на одну из наших репетиций, были какие-то советы, и в то же время он услышал, мы вот здесь сделали вот так, ему понравилось, он сказал, да, вот это интересно. Да, и поэтому это такая энергетическая музыка, если так можно сказать, вот, и когда её играешь, и когда слушаешь тоже, я думаю, возникает некий такой эмоциональный отклик очень сильный. Как вообще работать с современным композитором? Потому что, конечно, когда играешь Моцарта, Оренского, немножечко другие ощущения, то есть ты полностью сам погружаешься в музыку, а здесь ты понимаешь, что человек, который не писал это, вот он здесь в зале, и он слушает. Есть ли какие-то другие ощущения от исполнения? Ну, на концерте ещё не было, то есть он не приходил на концерт в Эстонию, но сейчас, я думаю, что будет в Риге. Но на репетиции – да, то есть какой-то такой более живой момент, я не знаю, как это объяснить словами, но эмоционально, да, более наполненно, когда ты играешь, и композитор вот тут сидит и радуется, что его музыка звучит. Конечно же, они пишут, но они не могут исполнить сами, ну, скажем, все. Но всё равно нужно. И вот эта его искренняя тоже радость от того, что его музыка звучит, она, конечно, передаётся нам. Многие исполнители там говорят, вот Щековский не умел играть на скрипке, поэтому всё так коряво написано. Плохо играл на рояле, поэтому можно ли такое говорить? То есть это можно говорить только про тех, которых с нами нет, а тех, кто… Или вот на самом деле можно всё-таки сказать, там, Платон, здесь нам очень удобно, да, для раунчей или для скрипки. Можно ли поменять там аппликатуру или поменять, что-то изменить? Ну, так как это трио уже написано было довольно давно и была премьера, и, возможно, там те музыканты что-то говорили, но так как мы уже взяли готовое сочинение, то, конечно же, мы никакие именно текстовые правки не вносили. Ну, какие-то моменты были, что я придумала, как иначе можно сыграть проще флажелет и записать. Ну, это я сказала, да. Можно. Ну, Платон пианист, у него, видимо, большая рука, вот Роксана, ей пришлось немножко адаптировать, адаптировать, потому что женская рука не берет, скажем, дудецму или что-то еще, и пришлось немножко... Ну, это стандартная ситуация. Ну, да. Ну, кстати, Чайковский очень удобно написал. На виолончели я не знаю, почему он так со скрипкой поступил, но не себе удобно. Значит, можно подумать, что на виолончели он, наверное, играл все-таки. Или кто-то ему помог, подсказывал. Ну, кстати, да, вот это второе трио, которое будет трио Оренского, оно посвящено памяти как раз виолончелиста Карла Давыдова, который родился в Латвии, в Коурии. Вот. И очень интересное сочинение, там будет очень много соло, филончельного памяти, да. И Чайковский его ценил. И Оренский... Вообще, Оренский какой-то удивительный композитор в том плане, что он был невероятно популярен. Вот в конце XIX, начало XX века, то есть его музыка в концертах соседствовала с музыкой Чайковского, с Рахманином. Но потом как-то его постепенно перестали играть. Но я думаю, что вот это его одно из лучших сочинений, триора минор, которое прозвучит, слушатели очень откликаются на него эмоционально. Прекрасно. Как ты думаешь, почему, в принципе, вот эта камерная музыка, фортепиано-дрио, струнный квартет, не столь популярны? И насколько трудно быть коллективом, вот сохранять коллектив, если ты не находишься на государственном обеспечении, как квартет Бородина и знаменитые коллективы, а вот всё-таки создавать новые коллективы, которые бы играли так и существовали? Почему? Ну, такой хороший вопрос. В основном, конечно, существуют такие фестивального типа составы, когда яркие солистики... Встречаются, играют. Встречаются, играют, не посвящая этому всю жизнь. И это всегда ярко и интересно. Ну, как вот в прошлом году... Не в прошлом году, буквально. В этом августе был концерт, где играл Плетнёв, Лазакович и Миша Майский. То есть они встретились, я не знаю за сколько дней, за один-два, и сыграли три у Чайковского. Но это такое произведение, которое очень большое, очень сложное. Но это было... Я слушала потом по радио, это действительно заслуживало внимания, очень интересное исполнение было. А такие составы, да, как квартет Бородина или квартет Бетховена, когда был... Ну, наверное, да, действительно меньше востребовано в общей массе слушателей. Потому что это сложнее. Это не опера, не симфонические оркестры. То есть это более такой жанр, где, может быть, чуть больше нужно разбираться в классической музыке. Не всегда сразу откликается. Ну, наш концерт, мы выбрали такую музыку, которая, ну, одна из самых таких жемчужин ярких. Вам осталось еще добавить три у Рахманинова. Да. Постепенно три у Чайковского. Да, три у Рахманинова или Чайковского, да. На самом деле много абсолютно гениальной музыки. Три у Шумана. В планах расширять репертуар есть. Поэтому идем дальше. Что вы хотели бы в следующий раз включить уже в концертную программу? Какое трио? Было в планах три у Шумана, но пока его еще не разбирали даже. Потому что еще у нас 16 декабря будет концерт с квартетом Digital Art House. И все готовимся параллельно туда. Но там уже будет просто струнный квартет с выставкой «Великие модернисты». Это будет премьера тоже очень. Я думаю, что будет интересный формат, абсолютно новый синтез такой искусственной. Ну, это, кстати, уже без фортепиано, я так понимаю, то есть струнный квартет. Кто с вами? То есть с тобой будет также Анна Саловик, наверное, и кто еще с вами будет играть? Вторая, сказать, это будет с Александром Малышковой и Ивар Бринумс на Альте. Да, и мы там тоже программу, которая соответствовала бы этой выставке модернистов. Поэтому там будет и Дебюси, и Равель, и Прокофьев, и даже Рахманинов. В общем, так складываем, чтобы именно получилось вместе. Интересно и красиво. То есть это какие-то отдельные пьесы или все-таки будут какие-то целиком квартеты тоже исполнены? Будет квартет Барбера, будет частично квартет Дебюси, частично квартет Прокофьева. И какие-то, да, небольшие вставки в виде Павана и Равеля, чтобы немножко, скажем, соединить его с Ренуаром или с Моне, ну, чтобы было так более… Живописно. Живописно, да. Ну, у тебя абсолютно камерная жизнь началась, это прекрасно и очень-очень радует. И вот насколько для тебя отличается работа вот в камерном трио и в струнном квартете? И можно тебе спросить там, где легче, в трио играть или в квартете? Ну, мне, конечно же, в трио, потому что и опыт, и… Ну, с фортепиано в принципе легче. То есть квартет, мне кажется, это самый сложный жанр вообще в исполнительстве. Когда четыре струнных инструмента, не поддерживаемые роялем, да, и это… И работа с качеством исполнения какая-то должна быть абсолютно фееричной. То есть чистить интонацию, играть вместе. То есть в отличие от концертов в церквях с органом, где довольно большое эхо, и когда тебя это немножко спасает, если ты там немножко не вместе сыграл, то в камерном жанре это как раз очень слышно. Когда небольшой зал без особого реверберации звука, и поэтому нужно оттачивать своё мастерство до очень высокого уровня, чтобы это звучало хорошо. Ну и, конечно же, столько музыки прекрасной написано для квартета. Квартетный жанр, ну, наверное, поэтому не так много квартетов профессиональных. То есть их в мире, которые вот именно занимаются и живут как единицы квартета, и занимаются каждый день и так далее, да. Ну, кстати, да, когда квартеты дают программы концертные, то всегда почему-то включена музыка Шостаковича. То есть, наверное, вот почему, как ты думаешь, почему именно Шостакович? То есть, когда я смотрю концертные программы, ну, по крайней мере, конечно, больше российских, да, квартетов, но почти всегда все играют Шостакович. Или Бетховена, нет? Нет, вот именно Шостаковича, Литовена Миша. Ну, не знаю. Надо спросить у тех, кто в квартете больше работает. Но ты... Как у тебя определилось трио, когда ты в консерватории училась? Ты же поступал... Все поступают на солистов. Потом уже немного определяются, входят в оркестр, или в трио, или в педагогическую деятельность собирают. Но все-таки... Вот почему трио, например? Почему не квартет? В итоге зависит от людей. То есть, у нас со второго курса параллельно идут и камерный ансамбль, то есть это трио, дуэт, все, что с фортепианок. Фортепианный квартет. И еще один предмет — это струнный квартет. Ну, так получилось, что вот у нас сложился... То есть очень важно, чтобы сложился состав, ну, или там, чтобы мы его как-то организовали и поддерживали. С квартетом все было сложнее, да. То есть обычно струнники начинают сразу работать в оркестрах, договориться о каких-то репетициях, еще о чем-то, то есть более серьезной работе. не всегда получается. И поэтому, ну, с трио, да, мы вот так попали в... Все хотели, все хотели работать, все хотели развиваться. И мы действительно занимались очень-очень много. И какие-то там по четыре часа в день репетиции это было нормально. Вот когда ты очень-очень много вместе. Заинтересован, вдохновлен. Да, действительно. В общем... Это, наверное, в общежитии, в репетитории. Конечно, да. То есть в Московской консерватории замечательное было общежитие. Оно действительно было. Там уже немножко все иначе. На Малой Грузинской очень живописно открывался вид на собор, католический капитальный собор на Малой Грузинской, где один из самых больших органов установлен. И вот в подвале как раз находились репетитории, куда студенты бедные записывались с самого раннего утра, чтобы попасть в класс и затем имели возможность действительно много, по-много репетировать. Ирина сама родилась в Кирове и вот так же, как я, то есть проживала в этом общежитии. На самом деле были, мне кажется, золотые времена, очень яркие, интересные, веселые. И действительно здорово, что так сформировалось направление, направление творческой жизни, когда был выбран этот струнный трио, ой, не струнный, а фортепиано-трио. И возможность теперь уже и в Риге реализовывать вот тот полученный опыт. Кстати, вот расскажи немного о тех конкурсах, куда вы ездили, потому что действительно вы очень сильно готовились и были блестящие победы у вас. Ну, были, конечно, конкурсы и в России, они имели статус международных тоже, но больше всего запомнились поездка в Польшу и в Италию. Вот Польша, это город Гданьск, где проводится, до сих пор проводится довольно крупный конкурс камерных ансамблей имени Брамса. Вот, и там была очень серьезная программа, то есть вот многие спрашивают, нужны ли конкурсы в жизни музыканта. Ну, я думаю, что в большей части, по большей части, я думаю, что нужны, потому что это большой стимул. Мы тогда готовили, это было два тура, это четыре огромных трио, но трио – это многочастное сочинение, поэтому оно может длиться полчаса, иногда трио Чайковского длится почти 50 минут, то есть это гигантская работа. Мы играли, да, помимо Моцарта, Аренского, трио Брамса, Равеля, и это все нужно было сделать одномоментно, то есть какому-то определенному вот этому прослушиванию конкурсному, и, собственно, вот так, наверное, нарабатывался репертуар. Сейчас, да, я вот смотрю, ой, я вот это играла, и вот это мы сделали, а давайте вот теперь вот это поиграем, да, то есть спустя какое-то время ты понимаешь, зачем это нужно было. Да, там была третья премия, и довольно успешно, интересно было пообщаться и с жюри, и с другими музыкантами, потом также был в Италии конкурс, где тоже была программа, в первом туре был Моцарт и Бетховен, то есть подряд сыграть, и тоже было для студентов, ну, такой вызов, и во втором туре тоже был Равелли, очень, я думаю, что большое развитие нам дало вот эта подготовка к конкурсам, ну, конечно, потом уже на концертах было легче играть, когда ты играешь перед комиссией в пустом зале, это отдельный вид искусства, скажем так. Да, ну вот, кстати, несмотря на то, что один из профессоров Московской анициатории, да, Александр Александрович Бондурянский, он активно продвигает камерный ансамбль и устраивает всякие конкурсы, но тем не менее, вот, если даже так посмотреть, все-таки, если, хотя при всей сложности струнные квартеты существуют, и есть достаточно молодые коллективы, даже и без государственного финансирования, о котором я говорила, которые все равно держатся как-то вот, а вот фортепианное трио, все-таки есть какие-то прям известные коллективы, и молодые, и уже состоявшиеся. Да, есть трио имени Брамса, да, это в рамках Московской консерватории, собственно, московское трио, где сам Александр Зинович Бондурянский, Иванов, и Муткин. То есть, да, конечно, есть, не так много тоже. Ну, получается, еще меньше, чем струнных квартетов в итоге. Ну, я думаю, что да. Ну, либо как-то примерно так же, да. Не так много. Да, то есть, ну, то есть, точно, действительно, как бы такие больше фестивальные, фестивальные проекты. И вот в Риге, вот я знаю, что раньше существовал коллектив с Эвой Биндера, да, но она сейчас в Италии, и все ее коллеги по разным странам Европы. В Риге есть ли такой коллектив постоянный, который играет новые программы, радует свою слушать, вот именно такой сплотившийся коллектив? Не знаю. Наверное, есть. Как-то пока не задумывалась. Не попадались ни о афиши. Именно как коллектив. В общем, какого-то такого, вот именно такого звездного коллектива, такого звездного коллектива его нет. У вас есть все шансы это сделать и занять свое место. Потому что действительно во многих отношениях в Латвии в этом это место просто не бывает. Я очень надеюсь, что ваш коллектив будет так развиваться, и вы сможете играть и новые программы исполнять. И, конечно же, дорогие друзья, очень рекомендую пойти на этот концерт 4 декабря. Концерт взяла Артисима. Это шестой этаж пешком. Ну, почти шестой. Мне он всегда казался шестым. Хорошо, пусть будет пятый. Это потрясающее место, очень с приятной атмосферой. И, я не знаю, сохранилось ли там такое же приятное общение с Инной Давыдовой, с музыкантами до и после, особенно после концерта. это создает еще такое дополнительное ну, вот именно атмосферу. У Инны Давыдова очень приятный этот зал. Он небольшой. И из-за ограничений, несмотря на то, что как бы все ковид-фри, тем не менее всего 30 мест. То есть сколько? Что-то около 50 или там что-то. А, то есть все-таки уже 50, да. Но, тем не менее, если она спешит купить билет, потому что 50 это все равно тоже очень мало, даже не 100. И вас ждет замечательный концерт, замечательное трио в составе вот нашей сегодняшней гости. Это веолочелистка Ирина Валикжанина, скрипачка Анна Сауник и фортепиано Оксана Тарвиде. Правильно, Ирина? Оксана Тарвиде, да. Да. Да, это и музыка прекрасная. То есть это Вольфринг Амадея Моцарт, Аренский, как зовут Аренского? Не совершенно вредительный Антон Павлович Аренский и вот Платон Буравицкий с произведением, которое он совсем недавно написал. Дорогие друзья, к сожалению, наша программа подходит к концу. Была очень рада с вами встретиться, с вами пообщаться и познакомить вот с такой интересной программой. Я очень надеюсь, что камерная музыка начнет развиваться в Риге и будет как можно больше интересных, ярких концертов. И вот ваше трио, Ира, познакомит слушателей с обширным репертуаром, созданным именно для фортепианного трио. Спасибо. Спасибо большое, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До свидания. День в день.